Приветствую, вы на канале РеалистикПес. Как я говорил в предыдущем ролике, в преддверии выхода версии 2.4.0 мы еще успеем вернуться к рассуждениям о ее контенте, потому что еще до релиза есть вероятность того, что всплывет та или иная информация. Так, по сути, оно и получилось. И не так давно в одном из официальных аккаунтов eFootball появилась крайне интересная строчка, которая отсылает нас на контент будущей версии, которая прям-таки намекает на новые функции в игре после обновления до новой версии. Что же это может быть и правда ли это, или же просто опечатка, сегодня и разбираемся. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками, в комментариях, как и всегда, делитесь своим мнением. Ну а мы начинаем. Крайне рекомендую ознакомиться с предыдущим роликом, где мы обсуждали анонс нового обновления, поскольку я так или иначе, но буду на него ссылаться, тут уж ничего не поделаешь. Именно в этом ролике мы попытались предугадать, какой же контент стоит ожидать от версии 2.4.0. И в целом все как и обычно, новые паки, ивенты и тому подобное. Потому что что-то похожее проскакивало в анонсе от Konami, где они и проанонсировали новую версию. И подобный анонс мы наблюдали в твиттер-аккаунте eFootball2023, где Konami расписали потенциальный контент новой версии. Но в то же время, на официальной странице игры в Facebook, eFootballAsia, они расписали чуть-чуть подробнее данный анонс, в котором также объявили, что будут новые ивенты, обновления онлайн-контента, и что самое главное, подобная строчка отсутствует где-либо еще. Новые функции. Та самая строчка, которая и привлекла внимание фанатов, блогеров, инсайдеров, ну и нас с вами вместе. Потому что еще ни разу, ни в одном из анонсов, что раньше, что сейчас, эти самые новые функции еще не упоминались. И тут возникает интересный вопрос, а что же из себя представляют эти самые новые функции? Своими рассуждениями поделился и Ренан Гальвания в рамках своего YouTube-канала. И оно, в принципе, неудивительно, потому что сам Ренан Гальвания это, по сути, вроде как и нашел. Если кому интересно, можете посмотреть автоматические субтитры вам в помощь. Но если вкратце, то он подразумевает, что подобное определение под функциями может скрываться все, что угодно. От мала до велика. То есть, это могут быть как и обещанные ранее режимы, которые обещали на декабрь, так и небольшие геймплейные функции, которые, например, были в серии PS ранее и которые пропали в eFootball. Таким образом, под этими функциями Канами могут подразумевать, например, режим редактирования или кооп, которые, опять же, были обещаны на конец декабря, но которые мы так еще и не получили. Или же, например, быстрые замены во время матчей, которые были с 19-й пески по 21-ю часть, а в eFootball пропали. То есть, возможен и такой вариант, и другой вариант. Пользу второго говорит еще также о том, что Канами проанонсировали изменения в игровом процессе, и вполне возможно, что это как-то будет взаимосвязано. Кто знает. Ну и также не стоит отрицать такой вариант, что это, возможно, просто особенности перевода. Ведь, если вы знаете, для каждого региона, для каждой страны, Канами катывают свои соответствующие сообщения, анонсы, новости, которые просто прогоняют через переводчик. Как мы наблюдаем на этом скриншоте, аккаунт отсылается к азиатскому аккаунту eFootball, но почему-то текст на португальском. И вполне возможно, что где-то здесь затесалась вот эта та самая пресловутая ошибка и лишние слова, которые появляются или иногда убираются при переводе с одного языка на другой. Поэтому подобный вариант также нельзя исключать. В любом случае, каждый из вариантов вполне возможен и вполне реален, и все, что нам остается, так это просто дождаться 16-го числа, которое уже не за горами. Вот увидите, не успеем мы с вами моргнуть, как уже наступит долгожданный четверг, и мы узнаем, что же подразумевалось под этими функциями. Ну а что думаете вы на этот счет, пишите в комментариях. Обязательно поддержите это видео с вами лайками, ну и подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые. Нам немножко осталось до 20 тысяч, поэтому давайте поднажмем. У меня же на сегодня все, всем спасибо за активность и ваши просмотры. У меня же на сегодня все, всем спасибо за просмотр и вашу активность. Услышимся уже очень и очень скоро в новых видео на канале Реалистик Пес. Всем пока, дорогие друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова